Перед тем, как оставлять комментарии, настоятельно рекомендую вам досмотреть данное видео до конца. Ведь многим нравится озвучивать свое мнение про ролик, основываясь лишь на его названии. Да, соглашусь, афиша крайне вызывающая. Но что поделать, интернет любит громкие заголовки, приходится крутиться. Так и про что данное видео? Вильферде Леон и его Перуджо в очередной раз проиграли в финале итальянской суперлиги. И это стало для них третьим подряд поражением в финале за последние 4 года. А с учетом, что сезон 19-20 не был завершен из-за пандемии коронавируса, то больше финалов Леон и Перуджо проиграть попросту не могли. Перед приходом звездного доигровщика, дьяволы выиграли Скудетто и стали третьими в Лиге Чемпионов, где в полуфинале их уничтожил Зенит Казань, как раз во главе с Вильфредом Леоном. Так что Перуджо определенно рассчитывала на то, что кубинец поможет им не только начать доминировать на внутренней арене, но и также завоевать долгожданный кубок Лиги Чемпионов. Но все, что Вильфредо принес своей новой команде за 4 сезона, так это 2 кубка и 2 суперкубка Италии. О гегемонии мечтала и сборная Польши, за которую с 2019 года Леон получил возможность уступать. Что примечательно, поляки выиграли Чемпионат мира в 2014 году, ровно перед тем, как Леон начал оформлять свое новое гражданство. А также сборная Польши выиграла Чемпионат мира в 2018 году, ровно перед тем, как доигровщик отбыл дисквалификацию и получил возможность выступать за новую сборную. Но после прихода Вильфредо, поляки довольствовались лишь серебряными медалями Лиги Наций и Кубка мира. Также было две бронзы Чемпионата Европы, где сборная Польши в полуфинале два раза подряд уступила сборной Словении. Ну а на Олимпиаде, на которую были все ставки, поляки в четвертьфинале уступают будущим чемпионам французам и уезжают из Токио вовсе без медалей. После этого среди волейбольных болельщиков за Леоном начало закрепляться звание главного неудачника в современном мужском волейболе. Ведь один из лучших, а может и лучший игрок мира, приходил и в без того сильные команды, но существенных побед с ним они одержать оказались не в состоянии. Согласен ли с данным утверждением я? Вряд ли. И сейчас я попытаюсь объяснить почему. Ответ предлагаю искать в психологии. Есть такое понятие как социальная лень. Тенденция людей прилагать меньше усилий в том случае, когда они объединяют свои усилия ради общей цели, нежели в случае индивидуальной ответственности. Как этот термин применим к волейболу и к пельфридельону в частности? Если в команде появляется лучший игрок мира, то другие члены команды могут подумать, что теперь этот парень все сделает за них, а их собственное влияние на игру уже не так и важно. Поэтому такие игроки начинают проявлять меньше стараний, что негативно сказывается на итоговых результатах команды. Для волейбола также важен игровой ритм, ведь если ты привык к определенной степени загрузки в нападении, а с приходом нового игрока ты ее не получаешь, то не так-то и сложно этот игровой ритм потерять. А сможешь ли ты найти свой новый ритм? Вопрос достаточно спорный. С данным мнением согласен и бывший тренер сборной Польши и Перуджи Виталхенин. Он даже сравнил Вифердельона с Лионелем Месси, который также долгое время не мог завоевать трофея с национальной сборной, и все претензии высыпались именно на главную звезду команды. Несмотря на то, что сам не волейболист-любитель, я неоднократно сталкивался с социальной ленью. Я был этой главной движущей силой. Я был в команде, где имелся безоговорочный лидер. А также я играл против команд, где есть один игрок, который существенно превосходит по уровню своих партнеров. И обычно тут есть три варианта развития событий. Первый. Этот игрок намного сильнее всех участников, и это позволяет его команде побеждать в турнирах, что обычно прокатывая только на низком любительском уровне. Второй. Лидер не справляется с возложенными на него обязанностями в полной мере, и его партнеры начинают играть уже более ответственно. Результаты улучшаются, но до итоговой победы может не дойти, потому что нет того человека, который повел бы за собой, а также взял бы на себя ответственность в решающие моменты. И третий. Когда все держится на одном человеке, но в решающие моменты ему не хватает поддержки, и несмотря на внушительную статистику лидера, его команда раз за разом проваливается в решающих матчах. Но есть у социальной лени обратное понятие. Социальная фасилитация. Это эффект, при котором человек более успешно выполняет поставленные задачи в присутствии других людей, чем в одиночку. То есть, если команда или отдельный волейболист видит, что против них играет заведомо более сильный игрок, то команда или отдельный волейболист начинает прилагать больше усилий, чтобы попытаться этого игрока превзойти. Самый яркий пример для нашей сегодняшней темы – это первый матч Вильфреда Леона против Зенит Казань, где казанцы очень хотели доказать, что они способны добиваться значимых побед и без Вильфреда. Особенно был мотивирован Эрвин Гапет, который планировал Леона полноценно заменить. Тогда француз выдал потрясающий матч, что и позволило Зениту добиться гостевой победы над Перуджей, а затем и выйти в финал. Так а почему тогда Леон преуспевал в казанском Зените? Неужели все эти психологические факторы там не работали? Зенит Казань был уникальной системой с мощной фигурой на тренерском мостике. Ведь не зря же Зенит является самым титулованным клубом в современной истории Лиги Чемпионов. И только они смогли одержать 4 победы подряд в самом престижном клубном трофее Старого Света. И именно они сделали из Леона звезду, а не Вильфреда собственноручно писал историю клуба из Казани. При Владимире Олеговне в команде была система, в которую вписали Леона. Перуджи и сборной Польши уже вся система построена вокруг данного доигровщика. А это огромная разница. Кубинцу старались создать максимально комфортные условия, чтобы он мог сосредоточиться на своих сильных сторонах, быть максимально эффективным для клуба и приносить тому победы и титулы. Зенит и Леон был окружен чуть ли не лучшими игроками своего поколения. Понимая то, что Кубиниц был не очень силен в приеме, его старались в этом элементе разгружать Алексей Вербов и Мэтт Андерсон. Даже Максим Михайлов нередко вставал в прием четвертым. Да, изолировать от приема полностью Леона было невозможно, так что ему оставляли лишь маленький участок площадки, чтобы ничто не отвлекало его от полноценного нападения. Гвали игры, когда у Вильфреда не задавались дела в атаке, но тут его с легкостью могли подстраховать Андерсон и Михайлов. Максим никогда не страдал от того, что он может быть не первой скрипкой, так что он всегда старался действовать исключительно в интересах команды, но при этом в ключевой момент он был готов взять ответственность на себя. Андерсон также не получал должного признания, хотя именно американец неоднократно реализовывал сетболы и мэтчболы в тяжелых еврокубковых матчах. В общем, как я уже говорил ранее, Леон в Казани был частью системы, а не системообразующим игроком. Вильфреда уходил из зенита за новыми вызовами, а также он хотел интегрировать себя в современные скоростные реалии волейбола. В техническом плане Леон очень сильно преобразился, существенно улучшилось качество приема. Сам игрок стал более пластичным и вариативным нападением, хотя многие этого не замечают, утверждая, что в России он был лучшей версией себя. Но если вы посмотрите старые матчи, то удивитесь, насколько топорно в то время играл доигровщик. Он даже блок почти не пытался обыгрывать, а просто хватал мяч на максимальной высоте, где блокирующие не могли до него дотянуться. После того, как я поделился с вами своим мнением касательно причины удачи Леона, теперь я хочу порассуждать, а виноват ли лично сам волейболист в ключевых поражениях своих команд на этом отрезке. Давайте попробуем разобраться. И начнем со сборной Польши. Официальный дебют Вильфреда за новую сборную состоялся 9 августа 2019 года в рамках Олимпийского квалификционного турнира против сборной Туниса. Поляки с легкостью отобрались на Олимпиаду, в сухую обыграв Тунис и Францию. Лишь сборная Словении смогла навязать хоть какое-то сопротивление подопечным Биттела Хейнина. Дальше нас ждал чемпионат Европы. А я напомню, что сборная Польши до этого лишь раз побеждала в этом турнире. Датирован этот успех 2009 годом. А также в их копилке было 5 серебряных медалей. Причем все они были завоеваны подряд. Лишь сборная СССР была в то время сильнее в Европе, чем сборная Польши. Советской команде покорились 9 чемпионатов Европы подряд. Но сейчас не об этом. Поляки в 2019 году годком прошлись по своей группе, одержав 5 побед с соотношением сетов 15-1. Да, группа была не самая сильная, но мощи польской дружины это не отменяет. В плове уже были уничтожены сборная Испании и сборная Германии. И уже казалось, что ничего сборную Польши не способны остановить. Но так казалось до полфинального матча, где они встретились с хозяйствующей тогда Словенией. И в упорнейшем поединке уступили 1-3. Естественно, самым результативным игроком в той встрече стал Вильсредо Леон, записавший себе в актив 22 очка, при эффективности атак в 45%. Следующим по результативности в составе поляков стал Михал Кубек и его 13 очков. Музаи Канарски в сумме набрали лишь 11 очков. Барташ Курак из-за травмы Евро пропускал. Так что с Диагональными в команде были очевидные проблемы. Если брать продуктивность для игровщиков в концовках этого матча, то впечатления были неоднозначны. Концовку первого сета Леон провалил, где именно он и проиграл решающее очко. Во втором в погоню за словенцами пустились Кубек и Бенек. Но и Вильфредо успел внести свою лепту, не позволив Чеболю реализовать ситбол. В третьем игровом отрезке сборная Польши вновь оказалась в роли догоняющих. А Леон вышел спасать свою команду за счет подачи. Но никто так и не смог реализовать брейковый мяч и словенцы дожали своего соперника. Но концовку четвертого сета Диагровщик провел на задней линии. Так что и помочь он особо не мог. Михал Кубек проиграл два мяча, допустил реализативную ошибку в приеме и также не смог ввести мяч в игру на матчболе. Как итог, Польша пролетела мимо финала. Мог бы ли он сыграть лучше? Мог. Виноват ли он в поражении сборной Польши? Конечно же нет. А дальше словенцы, что отдали всех себя в полуфинале, в решающий матч уже не смогли оказать достойность сопротивления сербам. А раздосадованные поляки уверенно разобрались с французами в Париже и завоевали бронзовые медали. В том матче Леон также стал самым ажитативным, набрав 17 очков. Следом за Евро в календаре международных турниров расположился Кубок Мира в Японии. Раньше там разыгрывались путевки на Олимпиаду, но теперь Кубок Мира превратился в обычный коммерческий турнир. Поэтому большая часть сборных выступала либо в резервных, либо в экспериментальных составах. Так что было очевидно, что именно Бразилия, Польша и США займут места на пьедестале почета, ведь они играли в сочетаниях, близких к оптимальным. А сборная Бразилии, не изменяя своим традициям, играла в сильнейшем составе, поэтому и праздновала победу в турнире. Лишь Волус пропускал Кубок Мира в Японии. Поэтому нет смысла расценивать второе место сборной Польши как неудачу. Больше всего Кубинцу досталось за Олимпиаду в Токио, ведь Леон и Ко закончили свой путь еще на стадии четвертьфинала, пусть и проиграли 2-3 будущему чемпиону. Доигровщик весь турнир провел на высочайшем уровне, постоянно становясь самым же затемным игроком матча, а эффективность атак нередко переваливала за 60%. Даже в злополучном четвертьфинале против французов он набрал 28 очков, а эффективность достигла 68%, так что обвинять Вильтреда в этом поражении точно язык не повернется. Да и если проводить параллели с МИП турнира Эрвином Гапетом, то француз выдал лишь один выдающийся матч, но выпал он на финал, так что никто не будет вспоминать, что на Лемпиаде у доигровщика были и не самые удачные встречи. В полуфинале против Аргентины Нгапет выступил крайне блекло, да и против Польши хорошо играла вся команда, а не два человека, как это было со стороны поляков. Последним на данный момент завершенным турниром для сборной Польши является чемпионат Европы 2021 года, где поляки наряду с сербами и славянцами считались одними из главных фаворитов турнира. Но в полуфинале сборная Польши вновь споткнулась о сборную Славини, где вновь самым унициативным игроком стал Вильфредо Леон, так что и в этот раз нет смысла его обвинять во всех смертных грехах. Единственный раз, когда можно сказать, что Вильфредо Леон виноват в проигрыше команды, так это финальный матч Лиги Нации 2021 года против сборной Бразилии, где доигровщик набрал всего-то 8 очков за 4 сета, реализовав лишь 5 атак из 24 попыток. Но сам турнир для Леона прошел неплохо, и он успел отметиться двумя мировыми рекордами. Первый – это 13 эйсов в матче против сборной Сербии, а второй – одна из этих подач полетела со скоростью 35,6 км в час. В общем, я надеюсь, что мысль вы моё бы поняли. Несмотря на то, что я уже и так сильно данный вопрос растянул, всё же я обязан закрыть дештальт и с клубными вопросами. Так, всё будет в том же ключе, только чуть компактней, чтобы не отнимать ваше время. С тех пор, как Леон перебрался в Италию, его Перуджио неизменно оставалось в шаге от финала Лиги Чемпионов. В 2019 году итальянцы уступают «Зенит Казань» 2-3 дома и 1-3 в гостях. Сам доигровщик набирает 25 и 15 очков соответственно. В следующем году лишь одна команда успела пройти в полуфинал. Это был Кузбасс, который победил ЗАГСу, ведь тот сезон так и не завершили из-за пандемии коронавируса. Но Перуджио в первом матче на выезде обыграло факел, так что с большой долей вероятности должна была оказаться в полуфинале. Год 2021. Леона на пути к финалу останавливает Трентино, которое там никто особо и не ждал. И вот тут-то уже можно было сказать, что Вильфредо уже не тот. Первом матче Трентино достаточно легко разобрало Перуджио. В первом третьем сете завязалась борьба, но Леон и там, и там успел результативно ошибиться в решающие моменты, что и не позволило его команде рассчитывать на успех. Доигровщик набрал всего-то 7 очков при эффективности 39%. Во втором матче все было куда радужней. Дьяволы забрали себе первые два сета и отдали третий. Но нужно лишь было забирать себе четвертый игровой отрезок, и тогда все бы решалось в золотом сете. Но после счета 7-7, Леон забивает лишь два мяча из семи попыток. При этом три очка в атаке он проиграл. А к этому добавились еще и ошибки Музая и Ричи, так что Трентино уверенно забрала себе сет и путевку в финал. И пусть Фильфердо набрал 21 очко, а Перуджо в пятом сете победила, проход в финал им это все равно не обеспечило. Ну и наконец год 2022, где вновь в полуфинале сошлись два итальянских гранда. И несмотря на то, что в этот раз дело дошло до золотого сета, ведь оба матча закончились с отсчетом 3-2, Перуджо это в финал пробиться снова не помогло. И даже несмотря на то, что Леон вновь стал самым результативным игроком в своей команде, качество его нападения оставляло желать лучшего. Причиной тому была травма колена, но про это мы поговорим чуть позже. Потому что сейчас мы будем говорить про итальянскую суперлигу. Как я уже говорил ранее, Леон после своего прихода в итальянский чемпионат всегда оказывался в финале, кроме коронавирусного сезона, ведь то первенство отменили. Ну и как вы уже догадались, все эти годы Перуджо проигрывала в решающей серии Лубы Чветанове. В первом своем сезоне Дьяволы проиграли лишь в пятом матче. Всю серию Леон был невероятно эффективен, лишь в решающей встрече у Леона в атаке, как и у всей команды, не сильно шло. Об этом ярко свидетельствует 18 результативных блоков за 5 партий от Лубы. Но зато в этом матче он выполнил 7 эйсов и все равно стал самым результативным игроком встречи. Следующий финал такой борьбой уже похвастаться не мог. У Перуджо весь сезон были проблемы с диагональными, а доигровщики играли без отдыха, как и связующие. Так что Чветанова в 4-х матчах достаточно уверенно разобралась с Леоном и его командой. Лишь в одной игре Вильфредо смог показать что-то выдающееся. Он набрал 38 очков, и именно в том матче Перуджо и победила. А вот в 2-х из 3-х игр как раз Леона и не хватило нападению дьяволов для победы в том финале. И вот уже в сезоне 21-22 после прихода в команду Джанели Андерсона и Рехлицкого казалось, что теперь-то Перуджо возьмет свое. Ведь Лубы и Трентина сильно обновились, и лишь Моден оказалась реальным конкурентом. Но в финале, как все мы знаем, Перуджо вновь сошлась с Чветановой и снова уступила. В этот раз дело мешалось то самое травмированное колено Леона, с которым он узелся весь остаток сезона. Ведь кубинец с польским гражданством не был похож сам на себя. Вообще, с каждым годом в игре Леона прослеживалась одна и та же тенденция. Доигровщик очень мощно начинал, что клубный сезон и что какие-то международные турниры. Но к решающим матчам он каждый раз подходил не в лучшей своей физической форме. И если в юные годы он мог себе позволить играть в одном режиме, то чем старше он становился, тем тяжелее ему приходилось в конце. И вот сейчас, когда Леон прооперировал колено и с большой долей вероятности пропустит домашний чемпионат мира, у сборной Польши есть неплохой шанс доказать, что они способны побеждать и без Вильфреда. И если поляки выиграют третий подряд титул чемпиона мира без Леона, то это может оставить серьезный след на наследие данного игрока. В следующем году доигровщику будет уже 30 лет, так что свой пик фетических кондиций он уже с большой долей вероятности прошел. И как вы думаете, способен ли он вновь стать тем ультимативным игроком, каким он казался в Зените? Или же он будет вынужден покинуть гонку за звание лучшего игрока мира? И сможет ли он выиграть еще хоть какой-то значимый трофей в своей клубной карьере? Или кубки Лиги Чемпионов, выигранные в Зените, были последними для этого волейболиста? Обязательно делитесь ваше мнение в комментариях, мне очень важно, что думаете про это вы. Если вам понравилось данное видео, то ваш лайк под ним является обязательным условием. Также я очень надеюсь на вашу подписку, ведь невероятно хочется когда-то добраться до отметки в 100 тысяч подписчиков. А без вашей помощи я ни в коем случае не справлюсь. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов, любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока! Субтитры сделал DimaTorzok